В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Это программа «Город. Новости по Выборгске». В студии Виктория Невская. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О перспективах приграничного сотрудничества России и Финляндии говорили в Выборге. Город посетила делегация Финского регионального союза Южной Карелии. Главной темой для обсуждения стало развитие железнодорожных связей. Как подчеркнул глава регионального союза Мати Виалайнин, подписание договора о прямом международном железнодорожном сообщении между двумя странами позволит расширить трансграничные перевозки. И Финляндия готова вкладывать средства в железнодорожную инфраструктуру. Увеличивается поток пассажиров между Россией и Финляндией. Можно сказать, кризис миновал. И мы очень заинтересованы в дальнейшем развитии. Финских коллег поддержал первый заместитель главы администрации Выборгского района Владимир Рожкович. При расширяющих способностях, я думаю, может быть, какой-то компромисс в ценовой политике будет найден. Все-таки, да, когда будет более, скажем так, спокойные пропускные способности при вложении инвестиций, определенные как с вашей стороны, так и с нашей. И, может быть, приоритетность все-таки будет больше на железнодорожный транспорт. Это будет, конечно, позитивно. Развитие железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией позволит в том числе разгрузить автотрассы и снизить нагрузку на автомобильные пункты пропуска. Также власти Выборгского района выразили надежду, что в связи с растущим интересом к данному вопросу будет возобновлен проект запуска ветки «Святогорск-Иматра». Депутатский корпус городского состава, согласно уставу, провел процедуру досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования город Выборг Александр Лысова. На эту должность единогласным решением парламентариев был избран Сергей Кустов. Напомним, Александр Лысов совмещал обязанности главы района и главы города. Теперь же общим решением их разделили. Деловые качества, огромный политический опыт, организаторские способности, вообще весь талант Александра Петровича Лысова, конечно, позволял ему тянуть вот такую неподъемную ношу функции и главы муниципального образования города Выборга, и главы муниципального образования Выборгского района. Вообще-то дано не каждому. Это нужно иметь большой действительно талант, умений, силы, опыт, чтобы вот это нести на своих плечах и как бы успешно организовывать работу Совета депутатов и всего муниципального образования. Поэтому, конечно, сейчас вот мы приняли решение, чтобы все-таки наделить главой муниципального образования города Выборга Сергея Аркадьевича Кустова и главой муниципального образования Дмитрия Юрьевича Никулина. И потому что увеличивается объем работы и требования, и с каждым годом мы же развиваемся, мы не стоим на месте, поэтому я считаю, что, наверное, это оправданное решение, и я думаю, что мы приняли правильное решение, чтобы назначить двух глав муниципальных образований. На очередной сессии депутаты заслушали также отчет главы районной администрации об итогах работы за 2016 год. В своем докладе Геннадий Орлов говорил об исполнении бюджета, реализации значимых инвестиционных проектов, социальной политики, ремонте дорог и дошкольных учреждений, дал оценку работе общественного транспорта. Он также рассказал, как будут решаться наиболее остро стоящие вопросы, к примеру, организация движения по мосту возле транспортной проходной судостроительного завода. Мост межведомственной комиссии признан непригоден. Наши бумаги ушли в область. На настоящий момент до начала проектирования, до финансирования и начала работ перевоз с того крыла Приморск, Советский и так далее жители выглядят таким образом. Доезжают до моста, высаживают, автобус переезжает, граждане садятся в автобус и едут дальше. Дальнейше проговаривается вопрос, пока нет никаких документов, что если вы помните, третий район судостроительного завода, где там сейчас березы лежат, а раньше было металлоконструкции, будет делаться насыпь, какой-то, будем так, понтонный виадук, дальше опять насыпь и автобус будет проходить обратно через этот мост и дальше на Советский и Приморский, Высоцкий и так далее. Что касается ремонта лифтового оборудования, глава администрации отметил, что 30 подъемных механизмов в Выборге уже удалось запустить. Еще на 73 отправлены заявки. В 2018 году в город придет подрядная организация, которая будет устанавливать эти лифты. Геннадий Орлов рассказал также о планах строительства виадуков в городской черте и поликлиники в Южном микрорайоне. С отчетом об исполнении бюджета за 2016 год выступил председатель Комитета финансов Александр Балучевский. По душе и с достойной оплатой в Выборге прошла первая межрайонная ярмарка вакансий. Участие в ней приняли работодатели Выборгского района, а также руководители филиалов областного центра занятости населения из Приозерского, Всеволожского и Тихвинского районов. Какие профессии востребованы в регионе, узнала наш корреспондент Наталья Березовская. Весенняя ярмарка вакансий впервые в этом году прошла в новом формате. Она стала межрайонной. В течение нескольких часов Выборжцы могли не только получить сведения о предлагаемых рабочих местах, но и пройти профтестирование, узнать о проекте для начинающих предпринимателей «Займись делом». По словам заместителя главы районной администрации Николая Шишкина, подобный формат мероприятия позволил привлечь на ярмарку больше людей, предложить больше вакансий. В Выборг приехали руководители филиалов областного центра занятости из нескольких муниципальных образований 47-го региона. Ведь умелые руки и светлые головы нужны везде. Мы предлагаем более 350 вакансий, и из них порядка 50 вакансий, которые с жильем. Поэтому тем более ЛСР-базы, они находятся и в вашем районе, и в нашем районе. И они объединены. И тоже предоставляют жилье. Всем нужны специалисты. Это политика комитета по трудоустроительности населения Ленинградской области. Для активизации населения, для активизации трудоустройства, чтобы наши трудовые ресурсы были трудоустроены, чтобы люди получали заработную плату и жили лучше, и трудились на благо Ленинградской области. Директор Выборгского филиала Центра занятости населения Ленинградской области Маргарита Финогенова отметила, что на рынке труда нашего района обстановка спокойная. Никаких не предвидится массовых высвобождений. По крайней мере, служба занятости не получала от работодателей. Уровень безработицы гораздо ниже среднеобластного уровня. Вакансий более тысячи, много вакансий по рабочим профессиям, медицинским профессиям и инженерно-техническим работникам. Работники Центра занятости с оптимизмом отмечают, что рынок труда рабочих профессий становится более востребованным. Если в прошлом году доля рабочих вакансий составляла 70%, то в 2017-м уже 60%. А значит, граждане стали больше доверять работодателям и выбирают приемлемые для себя условия. Тем же, кто находится на распутье, в службе занятости оказывается всесторонняя поддержка. Мы предлагаем тем работодателям, хотя, слава богу, у нас нет сейчас таких массовых высвобождений, опережающих обучение. Когда, допустим, группа работников может, помимо того, что они подлежат высвобождению, но в то же время получить какую-то другую специальность, смежную профессию или так далее, значит, они могут это получить бесплатно, благодаря службе занятости. И, значит, кроме того, по любой профессии, если гражданин приходит, мы, значит, оказываем государственную услугу по профессиональному обучению, переобучению, повышению квалификации. Расширен и контингент тех, кто имеет возможность получить дополнительное профессиональное образование. Если раньше ориентировались только на безработных граждан, то теперь переучиться и получить требуемую на рынке труда специальность могут граждане пенсионного возраста и женщины, находящиеся в декретном отпуске. А в общем, как говорится, нет плохих профессий. Есть те, которые мы уступаем другим. А может быть, зря. Наталья Березовская, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». Увеличение числа ДТП с участием детей наблюдается в Ленинградской области. Чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме, в регионе проходит профилактическая операция «Внимание, дети». В рамках нее в Выборге состоялась акция «Пристегнись», которую провели сотрудники местного отдела ГИБДД и участковые уполномоченные полиции. Они проверяли, соблюдают ли водители правила перевозки пассажиров в возрасте до 12 лет. Как известно, они должны находиться в детских удерживающих устройствах или быть пристегнутыми с использованием иных средств. Кстати, так называемые «треугольники» сотрудники ГИБДД считают небезопасными и обращают внимание на то, что в нашем районе за 4 месяца в ДТП пострадали 6 юных пассажиров. Одна девочка на квадроцикле, ДТП была в поселке Советском, у нас была без шлема. А так все дети были у нас в детских удерживающих устройствах. И, конечно, у них легкий вред здоровью или буквально разовое оказание медицинской помощи, сразу отпущены домой. Поэтому мы настоятельно рекомендуем, чтобы родители обязательно покупали детские удерживающие устройства, покупали их по ГОСТу. Одного нарушителя выявили и в ходе акции «Пристегнись». Пассажирам пришлось продолжить свой путь пешком. А на водителя инспекторы составили административный протокол. Штраф за неправильную перевозку детей – 3000 рублей. Правда, в случае оплаты в течение 20 дней его размер сокращается в половину. Между тем, операция «Внимание, дети» продолжится до 4 июня. В ближайшие дни сотрудники ГИБДД проведут в школах беседы, напомнят о правилах поведения на дороге. Кстати, в нашем районе дети и подростки уже пересели на мопеды и квадроциклы. Еще раз напомнить родителям о том, что с 16 лет у нас только права получаются на мопеды. Поэтому, чтобы они не забывали, что квадроцикл, мопед, как им кажется, что это что-то такое, как детская игрушка на самом деле, это тоже транспортное средство, и оно повышенное опасность. Медиагруппа «Наш город» Пальму первенства мы уступили только коллегам из информационного издания «Водитель Петербурга» и петербургской интернет-газеты «Фонтанка.ру». Награждение участников конкурса состоится 25 мая в Северной столице. О происшествиях пограничники задержали иностранца, который пытался прорваться через российско-финскую границу на велосипеде. 27-летний гражданин Марокко три дня добирался из северной столицы до Выборга на двухколесном железном коне. Как сообщает пресс-служба пограничного управления по Санкт-Петербургу и Ленобласти, при себе у путешественника был комплект теплых вещей, медикаменты, запас еды и навигатор. В качестве пункта назначения марокканец выбрал финский город Лапенранта. Теперь нарушители будут судить, оштрафуют и выдворят за пределы России. Уголовные и административные дела – массовые рейды. Такими мерами пытаются бороться с браконьерами сотрудники рыбоохраны и полицейские. В нерестовый период, который продолжается в Выборгском районе, они почти ежедневно патрулируют водоемы. Об этом наш следующий сюжет. Километры рыболовных сетей из года в год достают из выборгских водоемов сотрудники рыбоохраны. С наступлением очередного теплого сезона они надеются, что незаконных орудий лова станет меньше, а значит рыба сможет спокойно отнереститься. Однако браконьеров, судя по всему, это нисколько не волнует. И сети по-прежнему опутывают водные артерии нашего района. А популяция рыбы продолжает снижаться. Особи, которым удается выжить, рыбинспекторы отпускают в воду. Остальные уничтожают, как и незаконные орудия лова, брошенные их владельцами. Этот мужчина поставил сети, а сам находился неподалеку в лодке, делая вид, что рыбачит с помощью удочки. Однако участники рейда вовремя заметили и зафиксировали факт правонарушения. Поэтому отпираться было бесполезно. Удочку пришлось сматывать, направиться к берегу и дождаться составления административного протокола. Нарушение статьи 2, часть 2, статьи 8.37. Изъята лодка ПВХ, сети две штуки и рыба, лишь пять штук, в общем вес на три килограмма. Чтобы как можно скорее забрать свою лодку и орудия лова, рыбак заплатил штраф в 2500 рублей уже спустя пару дней. А ведь все могло закончиться и возбуждением уголовного дела, если бы в рейде принимали участие полицейские. В нерестовый период для этого даже не важен размер причиненного браконьером ущерба. Достаточно обнаружить при нем снасти, запрещенные законом. Как правило, суды, конечно, не дают реального наказания, но тем не менее, человек судимый, штраф 500 тысяч рублей, до 500 тысяч рублей штраф за данное деяние. В Выборгском районе более 600 водоемов. Невозможно оказаться на всех водоемах и охватить все водоемы. Невозможно выявить всех нарушителей, которые есть. Люди остаются глухи к нашим призывам и продолжается массовое истребление рыбы. Если неравнодушные граждане, как те, что предоставили нам эти кадры, снимут действие браконьеров на видео и принесут его в полицию, оно вполне может послужить основанием для принятия мер к нарушителям. Правда, для этого потребуется установить их личности. Не меньшую головную боль сотрудникам рыбоохраны доставляют отдыхающие, которые не убирают за собой мусор и оставляют его на берегах водоемов. Вот они смогли привезти, но увезти с собой то, что они привезли, наверное, не смогли. И это все осталось здесь. Убирать, естественно, здесь никто не будет. С той стороны, пожалуйста, и с этой стороны. И такая картина творится по всему побережью. Административная ответственность за такие действия тоже предусмотрена. Но не это главное, говорят инспекторы. Страдает экология. И последствия могут быть необратимы. К тому же, если закрязнение окружающей среды не прекратится, вскоре отдыхать на природе жители и гости Выборгского района будут как на свалке. Людмила Перминова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». Жучки привели клиенты интернет-магазина на скамью подсудимых. Покушение на незаконное приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. По такой статье возбуждено уголовное дело, обвинительное заключение по которому утвердила Выборгская городская прокуратура. Как рассказали нам в ведомстве, в минувшем январе мужчина заказал в интернете два GSM-радиомикрофона. Согласно постановлению правительства России, они являются специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения информации. В феврале GSM-радиомикрофоны, в простонародье «жучки для прослушки», были обнаружены и изъяты на Оренбургском почтовом таможенном посту. И теперь их заказчику грозит до четырех лет лишения свободы. В этой связи городская прокуратура обращает внимание граждан на необходимость соблюдения законодательства при приобретении товаров через интернет. Спасибо ветеранам. Пятиклассники Выборгской гимназии в знак благодарности тем, кто защищал Отечество в годы Великой Отечественной войны и восстанавливал страну в послевоенный период, подготовили театрализованную постановку. Звучали песни военных лет, пары кружились в танцы. Гимназисты поставили спектакль по мотивам произведения Арказия Гайдара «Сказка о военной тайне», о мальчишеке-бальчаше и его твердом слове. Подробнее в следующем сюжете. Спектакль по мотивам произведения Аркадия Гайдара «Сказка о военной тайне», о мальчишеке-бальчаше и его твердом слове давали в гимназии Выборга. Ученики пятого класса, их педагоги и родители подготовили большую театрализованную постановку. Почетными гостями вечера стали ветераны Великой Отечественной, те, кто в детстве пережил ужасы войны. Спектакль дополнили лирическими отступлениями. Звучали мелодии и песни военных лет. Пятиклассники рассказали о подвигах маленьких героев на фронте. В рядах Красной Армии служили более трех с половиной тысяч сыновей и дочерей полка. Но самое главное, в ходе подготовки к мероприятию гимназисты узнали о судьбе своих, воевавших прабабушек и прадедушек. Большая часть нашего класса почти не знала о своих родственниках. Но потом мы постепенно узнавали с помощью разных источников. Или у родителей, у близких родственников, бабушек и дедушек. Мы мало знаем о моем деде, матушке Григорьевне Максимовиче. Мы знаем только, что он умер в господи в декабре 44-го года. Мы гордимся своими прадедами, прабабушками. Мой прадед служил, как все в армии. Он прошел всю войну, но мы так же мало о нем знаем. Как выяснилось ранее, ученики пятого класса имели лишь обрывочные сведения о своих героических предках. Вместе с родителями они собирали факты и искали фотографии. Эту постановку они назвали своеобразной миссией памяти. Не сразу все получалось. Они даже не понимали, в каких действиях они участвуют и что с ними происходит. Но вот когда начали проходить генеральные репетиции и общие прогоны, вот тогда они увидели целостность картины и подвиг их дедов приблизился к ним. И теперь уже вряд ли кто их может разубедить в том, что это наша победа. Затаив дыхание, за ходом действа следили родители и педагоги. Кто-то едва сдерживал слезы, а кто-то, не стесняясь, плакал. Настолько прочувствовали дети боль войны и радость победы. И сумели передать эмоции публике. Одно дело, там, какая-то драматическая постановка голоса или еще что-то. Да, они и в этом отношении поменялись. И в том, значит, в период, даже такая интересная деталь, в период подготовки к спектаклю проходил строевой смотр. И мальчишки настолько увлеклись именно этими театральными постановками, что они в гимназии победили в конкурсе смотря песни и строя. То есть даже старшеклассников, для них это была первая победа. Ну а сегодня они, безусловно, очень волновались, переживали за то, что сидят их родные, близкие. И вот это, конечно, были самые строгие судьи. Минутой молчания в гимназии почтили память тех, кто пал на поле боя. Кто скончался от ран в госпиталях, кто уже ушел из жизни, успев передать свое героическое наследие детям и внукам. Ветеранам гимназисты вручили цветы и поблагодарили их за стойкость и героизм. Мы тут участвовали всем классом. Обычно участвовали только несколько человек, а в этом спектакле мы задействовали всем нашим пятым А. И каждый человек составил частичку нашего спектакля. И получилось так, что если бы мы не подружились, не сложились в один коллектив, то у нас бы все рассыпалось, не получилось этого спектакля. До этого у нас мы дружили группами. То есть мальчики с мальчиками, девочки с девушками. А сейчас мы работали в команде и все у нас получилось. На этом наша деятельность не закончится, и мы поставим на другой спектакль в следующем году. Вероника Когут, Валерий Пресижнюк, Медиагруппа «Наш город». Хороший старт – залог успеха. В Ленинградской области заработал 17-й бизнес-инкубатор. Во Всеволожске в здании площадью 300 квадратных метров смогут открыть офисы начинающие предприниматели. Там же разместился ко-воркинг-центр. Это зона, где можно арендовать индивидуальное рабочее место или пространство для проведения семинара. Центр также будет помогать молодым бизнесменам создавать собственные логотипы и получать патенты на изобретение. В планах правительства региона – открытие еще нескольких бизнес-инкубаторов в рамках реализации стратегии развития малого и среднего предпринимательства. В качестве площадки для их создания рассматривается в том числе территория Выборгского района. Официальный курс валют на 25 мая, установленный Центральным банком Российской Федерации, составляет евро 62,92 рубля, доллар 56,27 рубля. Выборгская спортсменка Евгения Кондрашова стала бронзовым призером юниорского Кубка Европы под Зюдом. В составе сборной команды России воспитанница школы Олимпийского резерва «Фаворит» выступила на соревнованиях в Испании. Кондрашова провела три встречи. Выиграв промежуточную схватку, в полуфинале наша землячка уступила первому номеру мирового рейтинга Анне Гущиной. В борьбе за третье место Выборжанка выиграла встречу с дюдаисткой из Чехии. В итоге – бронза. Выборгские футболисты провели товарищеский матч с командой Каменогорском. На поле встретились представители двух футбольных клубов – Каменогорского «Монолита-2008» и Выборгского «Фаворита-2009». В общее время игра окончилась в ничью со счетом 7-7. По результатам пенальти победу одержали фаворитовцы 1-2. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова